Сейчас, секунду, секунду. Привет, 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 друзья. Вот мы уже готовимся с Романом своим дорогим. Сейчас, сейчас мы кое-что скажем. Друзья, да, мы очень хотим пригласить вас на следующий вебинар, который, конечно, как самостоятельное действие может работать. Но это продолжение бесконечного сериала под названием «Метод-ключ». Я открою… Синхрометод, синхрогимнастика, разные названия. Кому нравится психологическое название, метод саморегуляции, ключ. Кому нравится синхрогимнастика, синхрометод. Мы с вами вступаем в полосу всеобщей неопределенности. Внимание. Очень тяжелое время. Прогнозы аналитиков, людей, которые промышляют в будущем, они, к сожалению, для большинства далеко не оптимистичны. Нас ждут времена той самой неопределенности, в которой мы лишаемся, казалось бы, лишаемся возможности планировать нашу жизнь. Человек без планирования превращается в животное, к сожалению. Нам дано абстрактное мышление. Мы всегда настроены на то, чтобы видеть, понимать то, что находится за границами наших первичных рефлексов и чувств, так называемых. Ну, как, например, можно понюхать, лизнуть, съесть, потрогать такое слово, как любовь. Понимаете? Вот человеку дан язык для того, чтобы он мог заглядывать в будущее и действовать по своей программе. Не по нас вязанной программе, а по своей программе. Чтобы нами не манипулировали. Вот о чем речь. Мы находимся... Чтобы мы думали своей головой. Да. Мы находимся, действительно, к сожалению, под массированным воздействием всяческих программ, которые не наши. Как сделать так, чтобы не купиться на рекламу того, чего не нужно. Чтобы не потратить все заработанное ценой времени, усилий на то, что послезавтра опять будет объявлено ненужным, неактуальным, как говорится. Вот с дорогим Хасаем мы хотим вам предложить совершенно работающий и достаточно простой спрос. Естественно. Уже большинство знают. Вот сейчас мы как раз-таки после прошлого разговора, а я сделал объявление, за одну-две минуты снимем острый стресс у любого человека, который впервые к нам обратился. И уже 40 человек обратились и за две минуты сняли. И дали домашнее задание, чтобы так делали за закрытыми дверями хотя бы пять минут в день, чтобы поддерживать у себя баланс и чтобы думать своей головой. И вот уже пишут, ну, в общем, короче говоря, вы все узнаете. Но мы пошли дальше. После того, как стресс снят, человек снова, уже в таком состоянии психологической, физической невесомости, снова оказывается в этой не совсем реальной реальности. И стресс снова начинает накапливаться. — Ну, потому что все меняется же, неожиданно получается, многозадачник такой, груз всяких этих неприятностей падает. Завтра вдруг вам объявят, там где-то в эфире или что-то кто-то скажет, там какие-то швабы, мабы, там все это. — Ну, неважно, да. — Неважно, это кто. — Нас уже провели через серию таких тотальных экспериментов, и они показали, что общество легко манипулируемо, как стадо. Ну, здесь вопрос, как в этом бурном потоке, в этой толпе сохранить свою индивидуальность и субъектность. Вот следующий… — Вот субъектность — это что означает? — Субъектность означает то, что человек действует по собственной программе. — Чтобы от вас что-то зависело. — Ну, для начала зависит… — А то получается, что винтики какие-то, в этой колеснице неопределенности. — Ну, дело в том, что объект — это тот, у кого изымают ресурс. Вот чтобы не стать объектом влияния, после того, как мы по методу Хасая приходим в точку нуля, надо сделать следующий шаг. — Короче, чтобы нас не использовали, да? — Да, чтобы нас не использовали, да, чтобы не изымали наш ресурс, причём самый драгоценный ресурс, невосполнимый ресурс — это время нашей жизни. — И наше сознание, разум, наш разум, чтобы не использовали. — Да, чтобы мы не тратили это дело на ерунду. — Я так счастлив, потому что в прошлый раз мы с Романом когда поговорили, такое возникло, после чего вот мы 40 человек там уже по две минуты буквально, ещё раз повторюсь, это просто фантастика, я так счастлив, потому что я всю жизнь этим как психофизиолог, как врач занимаюсь, и такого у меня не было. Мы там работали с каждым человеком полтора часа, два часа, а тут две минуты, это просто потрясающе, такого на планете нету. Наша школа — человек будущего, Homo Futurus, поэтому подписывайтесь на канал, кто не подписан, на Телеграм подписывайтесь, кто не подписан, ну сейчас так надо говорить, потому что человек может, новичок зайдёт, нас увидит, и они не поймут даже, что это великий роман Газенко. Почему я говорю великий? Потому что я сам каждый раз поражаюсь, что новое у нас происходит после того, как мы с ним встречаемся. Потому что он не только разведчик бывший, он психолингвист, ну много чего, документальных фильмов ты сделал. Я для новичка говорю, потому что новичок вдруг не поймёт, с кем он разговаривает. И ещё посмотрите описание под роликом, чтобы прочитали там, кто мы такие, да. В любом случае, друзья, и наши постоянные… Участники. И почётные участники. И просто последователи, да. Мы вас приглашаем. И давайте вместе сделаем следующий шаг по этой ступеньке. По ступеньке под названием «Собственная программа собственной жизни». Ждём вас на вебинаре. Да. Хорошее название. «Собственная программа собственной жизни». То есть определять свою судьбу самим. Да? Да. Отлично. Перехват управления, да? Продолжаем. Перехват управления. От бессознательных реакций к осознанным действиям, да. А роман «Психолингвист», он как раз подскажет, как это делать, как переводить наши инстинктивные действия защитные, их осознавать, вербализовывать. А что такое вербализация? Не надо. Да мы это об этом… Слово, слово. Нет, нет, не процесс вербализации, это уже все понимают. Слово «вербалика» откуда взялось? Хасай, мы об этом поговорим на вебинаре. Хорошо. Потому что это какое-то иностранное слово какое-то неприятное. Вербалика. Мы об этом поговорим на вебинаре. Ох, как интересно. Ну, давай, давай. Хорошо. До встречи, друзья. А там мне писали, как здорово, что роман будет, как здорово. Я тоже рад, потому что именно поэтому, мои друзья, потому что мы думаем одинаково. Как и все. Как все о гении, потому что мы все гении, мы все хорошие, если мы не запятнаны недостатками, а мы научим как раз, как эти недостатки совершенствовать в целостное развитие личности. До встречи. До встречи.